Отчаянное положение в селе Тегеч Лиовского района. Даже спустя 10 дней после того, как циклон Борис принес разрушение во множество населенных пунктов юга страны, колодцы остаются загрязненными. Но для местных жителей они единственные источники воды. Люди жалуются, что чистят колодцы уже больше недели, но так и не могут избавиться от ила. За водой им приходится отправляться в соседние населенные пункты или покупать. Об этом рассказывает с отчаянием в голосе пенсионер Георгий Семенюк. Он говорит, что никогда не видел такого наводнения. Водная стихия разрушила все и оставила всех без воды. Где-то, смотрите, наполовину был заполнен водой с илом. Мы откачивали воду, но одна труба забилась илом. Кто-то должен спуститься в колодец, чтобы вычистить этот ил. У меня был колодец у ворот, он высох. Глубина его была 6 метров, и когда в нем не стало воды, я выкопал другой. И вот, как только я его закончил, тут же пошел дождь и затопил его. Теперь все. Мужчина жалуется на нехватку денег, чтобы покрыть все необходимые расходы. Его небольшой пенсии хватает только на самое необходимое. Они просят две с половиной три тысячи леев, чтобы опустить человека в колодец, очистить от ила. А какая у вас пенсия? 2777 леев. Значит, у вас нет таких денег, чтобы заплатить за это. Я должен отдать всю свою пенсию за месяц и жить в течение месяца только на пенсию жены. Помимо заиленного колодца, был затопленный погреб семьи Семенюк. Погреб был полон. Вот видно, до какого уровня была вода. Там грязь. Он был залит водой, грязью. Пожарные были, откачали воду, но не всю. Я вытащил еще около 500-600 литров воды ведрами, поднимал по лестнице. Я уже на пенсии, у меня давление. Но с женой я вытащил. Банки с компотами, салатами плавали в воде. Я их граблями доставал, но они разбились там, на полках. Мне приходится выгребать эту грязь ведром, потихоньку, понемногу. Я даже не могу найти людей в помощь. Мы с женой малу-помалу по пол ведра за раз вытаскивали. Дождь был такой сильный. Мы смотрели в окно. Вода была до порога. И ничего не было видно за ливнем. Мы сидели вдвоем с мужем и тряслись от страха. Село не подключено к водопроводу. Здесь никогда не было системы водоснабжения. Поэтому теперь, когда колодцы загрязнены, людям нечем даже поливать свои придомовые огороды. Вода из крана течет. И она черная, грязная. Привожу с Моголы от соседей, таскаю для птиц. Я привожу воду из других сел, на телеге, на машине, с теми, кто может мне помочь. Была большая вода, прошла через сад, заилила все в курятнике, в коровнике. Здесь на Моголе и до моста на той стороне много-много колодцев загрязнило. Жители села ждут помощи, но не от правительства, которое, по их словам, их безнадежно обмануло, потому что никогда не смотрело в их сторону. Мы, конечно, ждем, что откуда-то будет помощь. Потому вся закатка на зиму у нас на дворе. В премьерии сказали, что написали, сфотографировали, зафиксировали все последствия. Может быть, какая-то помощь будет, но точно неизвестно. Чем нам помогло правительство? Ничем. Никогда ничем не помогало. Это уже не первый раз, когда что-то происходит и никакой реакции. Помощи от центральных властей пока еще ждет примар населенного пункта, которая составила список пострадавших от непогоды. Резервный фонд примарии составлял 70 тысяч леев. 23 из них на данный момент были использованы. Теперь у нас осталось 47 тысяч леев в резервном фонде, которые мы можем направить на устранение ущерба. Мы очень надеемся, что центральные власти помогут нам. Анжела Крецу сообщила, что 50 из 400 колодцев в селе были затоплены и заилены. В остальных вода непригодна для питья. Хотя колодцы и были продезинфицированы, необходимо несколько дней подождать, чтобы провести новые тесты для подтверждения безопасности воды. Примар обещала, что вода в селе будет в ближайшее время, но не назвала конкретных сроков. Более сотни общественных и индивидуальных колодцев в населенных пунктах Кантемирского, Леовского и Ханчешского районов пострадали из-за ливневых дождей, прошедших 14 сентября.